Друзья, это видео о животном копытном Саола. Одним из самых редких в мире зверей можно несомненно считать животное Саола. Эта разновидность быков была открыта совсем недавно, в начале 1990-х годов. Исследуя один из заповедников Вьетнама, ученые наткнулись на необычное животное, внешне напоминающее то ли косулю, то ли антилопу. Тщательно изучив животное, решили отнести его к отдельному виду и дали имя Саола. В длину тела этого копытного животного вырастает порядка полутора метров, высота Саолы до 90 сантиметров, масса взрослого животного колеблется в пределах от 90 до 100 килограммов. Тело этого представителя семейства быков покрыто коричневой шерстью с шоколадным оттенком. Волоски ровные, гладкие и, что удивительно, очень мягкие. Хвост животного украшает три полоски – белого, коричневого и черного оттенков. Саола – обладатель длинного языка. Такое приспособление дает возможность захватывать сразу большие куски почки травы. Ускоряем насыщение. Кроме того, длинный язык помогает дотянуться до сочной травы на более высоких ветках, чем рост самого животного. Голова Саолы украшена парой рогов. Они имеют черный или темно-коричневый оттенок. Длина рогов Саолы не превышает полуметра, причем размеры эти характерны как для женских особей, так и для мужских. Представителей этого вида встречают во Вьетнаме и Лаосе Саолы селятся в сырых лесных массивах Анамских гор, а также выбирают для проживания муссонные леса, раскинувшиеся в восточной части Индокитая. Иногда их пастбища располагаются возле крутых речных долин, высота которых достигает до 1800 метров над уровнем моря. Примечательно, что эти копытные животные придерживаются окраин лесов и не заходят вглубь. Чаще всего горные леса привлекают Саол именно во время сезона дождей. В этот период в реках и ручьях много воды. С наступлением зимы Саолы спускаются все ниже и ниже и в зимние месяцы обитают у подножия гор. По характеру Саолы очень застенчивые животные. Их никогда не встретить вблизи людских поселений. Не попадаются эти млекопитающие и на полях, оккультуренных человеком. Рацион питания Саол состоит из листвы. Это могут быть листья фиговых деревьев, а также их молодые побеги. Есть сведения, что эти животные употребляют в пище листья папоротника и прочих широколиственных кустарников. Саолы – одни из тех животных, о которых науке известно очень мало. Частично это связано с уединенным образом жизни и пугливым нравом. Это является одной из причин, по которым зоологи не могут с точностью установить даже продолжительность жизни этих копытных. Есть сведения, что Саолы живут до 8-9 лет. Были попытки отловить этих зверей и понаблюдать за ними в искусственно созданных условиях, но Саолы умирали спустя несколько месяцев после отлова. Международный союз охраны природы присвоил Саолам статус, согласно которому их вид находится под угрозой вымирания. Саола занесена в Красную книгу. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал!